Дешевле не значит хуже. Альтернатива высшей хоккейной лиги – Российская хоккейная лига. Собрала команды высокого уровня подготовки, которому теперь необходимо соответствовать и Челнинскому клубу. Он примет участие в играх команд дивизиона «Запад». Сегодня на пресс-конференции с участием руководства клуба, главным тренером и хоккеистами, мэр города озвучил задачи на предстоящий сезон. Задачи должны соответствовать возможностям. Максимальная реализация билетов на домашние матчи зависит от красивой игры команды. А значит, хоккеистам, тренеру и руководству клуба необходимо выкладываться по полной, чтобы болельщикам было на что смотреть. Мэр отметил, что тут нужен настрой только на победу в каждом матче. Те команды, которых можно было легко победить или порвать, в великому сожалению они потихоньку исчезают. И появляются очень серьезные команды, те даже, которые спустились с высшей лиги, с которым уже надо будет работать на результат. Руководство сильных команд привлекает высокий статус и экономный формат нового чемпионата. Однако и в нем необходимо выглядеть достойно, причем в буквальном смысле. Хорошая экипировка также важна. Мэр города напомнил совету попечителей, что задержек с финансированием быть не должно. А в целом команда к борьбе на новом, более серьезном уровне готова. Литовую дружину возглавил новый капитан Станислав Цицаров. Прошли большую подготовку, предсезонные сборы прошли замечательно. Я думаю, что в этот сезон покажем хоккей на высшем уровне. Думаю, в этом году будет совсем другой хоккей. Совсем другой хоккей начнется совсем по-другому. Кое-что новый турнир унаследовал от континентальной хоккейной лиги. 10-го числа будет кубок открытия. По аналогии с КХЛ, здесь также будет проходить кубок открытия, на который приезжают первые лица Федерации хоккея России. В ответ на эту новость мэр города предложил руководству клуба пригласить гостей из Федерации хоккея пораньше, чтобы они могли принять участие в Камском веломарафоне. А заодно позвать и первого соперника Челнинской ледовой дружины – команду «Липецк», встреча с которой состоится в субботу вечером. Егор Орлов, Ильнар Мустафин, РНТВ, Набережные Челны.